Отпуск – неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Все мы его любим, все мы его ждем. И вот даже наша программа в центре внимания уходила в отпуск, теперь с радостью вернулась из него, с новыми силами и новыми идеями. Но мы-то исключение исправил. Вообще возвращаться к рабочим будням обычно мало кому радостно. Наш обозреватель Павел Степаненко познакомился с человеком, которому возвращаться из отпуска несоизмеримо труднее и печальнее. Все дело в том, откуда в этот самый отпуск уходить и куда возвращаться. Героиня сюжета Наталья Волкова сейчас обдувает наказание в 13-й колонии. И вот оттуда ее отпустили домой, взяв честное слово, что та повидается с родными, да и вернется. Жизнь осужденных в 13-й исправительной колонии идет строго по распорядку. Здесь нет места сюрпризам и неожиданностям. Но сегодня собрание в клубе не по плану. Повод очень необычный. Одна из отбывающих здесь наказание женщин отправляется домой. Не на совсем, а в отпуск. Я очень рада, что мне предоставили такую возможность. И очень благодарна я администрации и учреждения. Воспитательному отделу, начальнику колонии и всей администрации. Огромное спасибо. Наталья заметно волнуется. Возможно, именно поэтому ей почти нечего сказать женщинам из своего отряда, которые остаются. Да и что тут скажешь, каждая из них мечтает оказаться на месте нашей героини. Вот так же пройти в комнату, где хранятся личные вещи, взять свою сумку и сменить, наконец, тюремную одежду на гражданскую. Уже в новом обличии предстать перед своими подругами, чтобы ненадолго, но попрощаться. Так радостно, что ты увещаешь с машином своих родителей. Полагать, что уйти в отпуск из мест заключения так же просто, как и нам с вами с работы, было бы по меньшей мере наивно. Одного заявления с визы начальника здесь недостаточно. Тот, кто рассчитывает даже на короткую побывку, должен быть образцом во всем. Прежде всего, никаких взысканий, только поощрения. Исключительно положительные характеристики. Право на облегченные условия отбывания наказания и, что очень важно, хорошие производственные показатели. И это еще не все. Перед тем, как предоставить отпуск с выездом за пределы справедливого учреждения, у нас существует целая комиссия и существует ряд мероприятий, которые предоставлены по правилам внутреннего распорядка. Мы сделали запросы в социальную службу, именно по месту регистрации осужденных. Мы сделали запросы в органы внутренних дел, по месту регистрации. Получили от них положительные ответы, что они да, согласны и будут находиться под контролем нашей уголовно-исполнительной инспекции и под контролем сотрудников полиции. Прежде чем Наталья выйдет за пределы колонии, перед ней должны открыться очень много дверей. В этот же день, но в другой колонии, ту же процедуру проходит еще одна женщина. Практика у нас ранее была отработана, но в силу некоторых моментов, это не только у нас тенденция была, и по всей России была приостановлена. Но мы решили все-таки на данных двух учреждений, у нас сегодня не только с этого справедливого учреждения, но и с соседнего уходит осужденный в отпуск за пределы исправительного учреждения. Чтобы отпуск осужденных стал возможным, требуется много сделать на всех уровнях. И на федеральном, и в республиканском управлении ВСИН, и в колонии, вплоть до отряда, в котором содержатся заключенные. Но оно того стоит. Другие осужденные, смотря на нее, они как бы тоже хотят сейчас оказаться дома хотя бы на четыре дня. В домашних условиях побывать со своими родными и близкими, видеть своих детей. И то есть, глядя на них, они сейчас тоже стараются не нарушать, зарабатывать поощрение. Ощущения неповторимые. Очень рада за Наташу, что она сможет увидеть своих родных, семью, обнять дочь, которую она не видела два года. И хочется, чтобы все последовали за ней. Тоже хоть на пару дней. Есть к чему стремиться. А мы тем временем все ближе к выходу. Количество поставленных подписей все больше. Это предупреждение о том, что согласно статье 314 ч. 2 за уклонение от бываемой лишения свободы. Снова двери и снова вопросы. Здесь все все про всех знают. Но процедура есть процедура. Сюда бываете? Веспублике Мордовик, Порошайский район, село Мельцлавы. До заключения Наталья работала пекарем. В отпущенные четыре дня ей нужно попытаться договориться о новом рабочем месте, куда она могла бы устроиться после освобождения. Но это потом. Сейчас ее встречает мама, дома ждет дочь. Ну я как мама, я конечно не могу вообще сказать слов благодарности от руководства за то, что они оказали такое доверие моей дочери. Просто не могу сказать. Низкий вам поклон всем, как от матери. Большое всем спасибо за поддержку и за все. Не трудно ли вам будет снова дочь отпустить через эти 4 дня? Для меня да. Для меня, конечно, да. Трудно. Трудно. Я не боюсь сюда возвращаться. Здесь действительно нормальные человеческие отношения. И поэтому как бы... Нет, я не боюсь. А искушения не боитесь? Нет, я не буду подводить администрацию, потому что они мне все-таки выразили огромную доверие в мой адрес. То, что они действительно дали такой возможности. Я не буду подводить их. То есть эти люди за меня как бы ходатайствовали, и я не буду подводить их. Наталья обещает, что вернется. Чтобы и у других заключенных была возможность уйти. Хоть на несколько дней. Павел Степаненко, Владимир Ильин. Программа в центре внимания.